Сотрудниками следственного отдела Московского района завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В сентябре прошлого года в общежитии на улице Крупской между двумя жильцами произошел конфликт. Предусловия конфликта сложились с первоначально и дружеские отношения соседей, но вытекшие банально из моментальной ссоры в серьезную трагедию. Так в ходе распития спиртного один из жителей общежития решил сходить к своему знакомому соседу с требованием вернуть долг, который якобы тот последний был должен. Во время разговора оба жильца находились в состоянии опьянения. В процессе беседы один потребовал от другого вернуть ему долг, но тот отказался, после чего первый начал драку. Истребовавший долг гражданин нанес удар в лицо своему знакомому, после чего не остановившись на достигнутых, решил продолжить его избиение. И в состоянии алкогольного опьянения, схватив его за одежду, вытащил в общий коридор кухни, где в присутствии других жителей общежития стало его избивать. То есть при этом он ударил головой в батарею, несколько раз по пол, нанес удары ему в области лица, туловища. Вмешательство соседей его никак не останавливало от действий. Этим же вечером пострадавший житель общежития был доставлен в областную клиническую больницу, где в течение месяца проходил интенсивный курс лечения. Но, несмотря на усилия врачей, скончался, не приходя в сознание. По данному факту, сотрудниками следственного отдела Московского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России, причинение тяжкого вреда здоровью. Но после смерти потерпевшего переквалифицировано на часть 4 статьи 111, деяние, повлекшее смерть. В настоящее время дело передано в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.